Слушаю. А мы все по вопросу залива. С 23 февраля нас заливает и нам все никак не отремонтируют. Даже небольшого дождя достаточно, чтобы на Озерской-2 начался потоп. В таких условиях жильцы дома живут уже полгода. Специалисты из управляющей компании объясняют, проблема в неисправности ливневой канализации. Однако устранить неполадку у них до сих пор не получилось. Дом находится на гарантии, поэтому на имя застройщика направили претензию. Но квартиры заливают по-прежнему. С вопросом, как быть дальше, жильцы пришли на личный прием к главе Заречного Олегу Климанову. Он немедленно связался с руководством строительной компании. Озерская-2, дом, который строила ваша компания. Там в одном из подъездов, в первом подъезде с ливневкой есть проблемы. То есть она вся разрушена, рушится. И ЖСКХ вам направил претензию. Олег Климанов распорядился устранить неполадки до 10 сентября. Со своей проблемой на прием пришли и жители дома 1А по улице Светлой. Крыша многоэтажки находится в аварийном состоянии. Кроме этого, горожане жалуются на трещины в стене и вибрацию здания. Его построили с нарушениями. Опирание балки было меньше, чем нужно. Время прошло, кирпич разрушился, она съехала. Поэтому сейчас это нужно восстанавливать. То есть это брак при строительстве. Глава Заречного дал указание немедленно расселить жителей верхнего этажа, а также выяснить природу вибраций. Вопросы, с которыми горожане приходили на прием к Олегу Климанову, касались в основном коммунально-бытовой сферы, благоустройства или улучшения жилищных условий. Зареченцы просили помощи в решении проблем с заменой балконных плит, ремонтом асфальта во дворах, утеплением стен дома. ЖСКХ подготовит протоколы для голосования. У вас там есть, мы же тогда говорили, половину суммы на то, чтобы сделать вторую половину. Они вам сделают авансом, и вы в течение следующего года будете просто собирать и расплачаться. В общей сложности Зареченцы задали Олегу Климанову около двух десятков вопросов. Рассмотрение этих обращений глава города взял на личный контроль.